Но по конкуренции выгодно выглядеть мобильная разработка с двумя баллами против веб разработки с одним баллом. И по уровню оплаты, конечно, мобильная разработка выгоднее намного и зарабатывает 2 балла по сравнению с разработкой сайтов с одним баллом. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому. Но мы переходим к следующему пункту, это порог входа. Порог входа в веб-разработку довольно-таки низкий. Тут не требуется особой подготовки, материал для изучения не особо сложный, особых требований к компьютеру не существует. Вы можете использовать самый слабый ПК. В мобильной разработке все по-другому. Материал, который вам предстоит изучить, довольно-таки сложный. Это прям программирование. И зачастую требуется исключительно высокопроизводительный компьютер. В среднем процессор i5, оперативки 8 гигабайт и графическая карта примерно 4 гигабайта. А в случае iOS разработки потребуется еще иметь и макбук в придачу. Поэтому в плане доступности здесь побеждает, конечно же, веб-разработка с двумя баллами против одного балла у мобильной разработки. Следующий пункт это выбор технологий. В технологиях тут в обоих направлениях их огромный выбор. Но веб-разработки это выбор добровольный. В мобильной же разработке это выбор принудительный. Давайте начнем с веб-разработки. Обязательный ассортимент скиллов в технологиях это HTML, CSS, JavaScript. С этим без этого всего просто вы никуда не пройдете в веб-разработке. А затем, если вы хотите работать с CMS-ками, такими как WordPress, OpenCart, то вы изучаете PHP и кодексы этих всех CMS-ок. Если хотите разрабатывать сайты с более индивидуальным функционалом, то изучаете язык программирования Python и его фреймворк Django. Также понадобится для дальнейшем знание базы данных MySQL. В мобильной разработке сначала придется выбрать платформу Android и iOS. То есть веб-разработка на одна, ну собственно это на платформу веб, а тут еще Android и iOS. И да, это сложный выбор, когда понимаешь, что придется писать сначала под одну платформу. Если вы выберете Android, то перед вами станет еще один выбор. На каком языке программирование это писать? На Java или Kotlin? Хотя этот выбор создан искусственно и он раздут сторонниками Java. На самом деле вы должны писать исключительно на Kotlin и использовать основные библиотеки. О них вы можете узнать, посмотрев мое видео, что должен знать Android-разработчик. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Союз я не сильно знаком, но там, насколько я знаю, пишется все на свифте. Итак, в плане технологий в вебе нет обязательных ограничений по технологиям, поэтому мы присваиваем 2 балла. В мобильной разработке из-за ограничения по платформам и искусственном споре Java и Kotlin имеются трудности, которые запутывают начинающих разработчиков, и поэтому мобильную разработку мы оцениваем на 1 балл. Следующий пункт это обучение. Платформ для обучения информации предостаточно, но в случае с вебом она есть и на русскоязычном пространстве. В случае с мобильной разработкой все сложнее. Веб меняется не так стремительно, как мобильная разработка, поэтому при изучении мобильной разработки придется держать руку на пульсе, и это хорошо, значит рынок развивается. Ну и преимущественно стоит обратить внимание на англоязычные источники, и если у вас плохо с английским языком, придется потянуть английский язык, так как на русскоязычном пространстве почти нет никакой информации, она все устаревшая. И принимая во внимание представленность на русскоязычном пространстве необходимой информации, и принимая во внимание стремительное развитие платформ мобильной разработки, я думаю, будет справедливо отдать в оба направления по 1 баллу. И последний пункт, по которому мы хотим пройтись, это выгорание. Про выгорание я рассказывал ранее, оно есть везде, но в веб разработке она наступает раньше и развивается стремительнее. В соответствии с этим, по этому пункту, 2 балла отходят мобильной разработки, а 1 балл в веб программирование из-за стремительного выгорания. Итак, что же у нас получилось? С неплохим преимуществом побеждает мобильная разработка, что даже не удивительно, так как именно мобильная разработка более интересная, востребованная, имеет лучший потенциал для реализации себя как творца, именно мобильная разработка позволяет влиять на судьбы людей, и позволяет вам разбогатеть и исполнить свои мечты. Вот такое мое мнение на этот острый вопрос. А с вами был проект Mabu, записывайтесь на курс, если хотите стать мобильным разработчиком на платформе Android. А на сегодня у меня все, до встречи в четверг. Всем пока!